Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Сегодня публикуют кадры, как Пугачёва с иноагентом Галкиным посетили третий день заключительного фестиваля Лайки Ваймоле в Юрмале. Её внешний вид, конечно, шокировал очень многих. Помимо того, что пиар-менеджер Ваймоле заявил, что здесь находятся люди, исключительно поддерживающие сопредельное государство. Иноагент Галкин с Пугачевой там, но они находятся на фестивале в поддержку сопредельного государства, где деньги собираются для солдат сопредельного государства. 70% людей пришли на неё посмотреть конкретно, которые будут деньги скидывать, и никакой ответственности они не несут. Это, конечно, очень странно. Но людей ещё и возмутил внешний вид, всё-таки Пугачёва, и вот эти микрошортики, это, конечно, очень выглядит странно. Многие пишут, бесстыдница, как так можно? Ну, есть те, кто восхищаются, кстати говоря, ножками. И, значит, кто-то даже подозревает, что она в памперсе, потому что передняя часть довольно серьёзно выпирает в шортах. Не знаю, это личные дела, и всё-таки такого личного характера это не относится к делу, в памперсе не в памперсе там, и так далее. Но, конечно, мне кажется, вы знаете, друзья, не знаю, я смотрел истинно великих певиц, такого наряда я у них не видел. Такого наряда я у них не видел. Всегда одеваются очень, наоборот, скажем так, скромно и по возрасту. И это всегда, конечно, воспринимается людьми в положительном ключе, потому что понятно, что человек, ну, скажем так, вменяемо подходит, адекватно подходит к оценке своего возраста. И я, вы знаете, я, наоборот, за, я не то, что против, я за, когда человек, скажем так, возрастной, скажем, старается не то, что молодиться, а выглядеть моложе своих лет, выглядеть замечательно, молодёжно. Это всегда здорово, но это всё-таки должны быть какие-то пределы. Когда это вот микро-шортики такого плана, ну, друзья, недавно было открытие Олимпиады, это всё-таки западные ценности, вот, и, хотя вы знаете, великие даже западные исполнительницы, которых можно назвать, они, я не видел таких нарядов у них. Да, это смотрится, вот с этими ножками смотрится нездоровым каким-то, как-то нездорово это выглядит всё, с моей точки зрения, друзья. Ещё раз скажу, я не хочу её шортики обсуждать, меня это мало волнует, меня волнует больше ответственность их за посещение подобного рода мероприятий, возможность дальнейшего возвращения в Россию и так далее. Но многие люди, конечно, возмущены просто именно и этим фактом, и самим внешним видом, который просто многих, ну, скажем так, оскорбил с точки зрения того, что люди наблюдали за этой исполнительницей, взрослели, росли вместе с её песнями, и видя во что сейчас она превратилась и что она себе позволяет, многие, конечно, просто находятся в полном недоумении. Друзья, что вы думаете на сей счёт? Пишите в комментариях, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна, ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео. Друзья, я вас приглашаю на свой основной канал Будда Гришна Новости в Телеграм, новости 24 на 7, с моими комментариями, видео о политике, которых здесь нет, мои личные фото-видео, стихотворения, если их можно так назвать, песни, ссылочка здесь внизу, в закреплённом комментарии в описании к видео. Нажимайте, обязательно подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Друзья, я приглашаю вас на свой сайт www.buddegryshina.com для бизнесменов-предпринимателей. Повторюсь, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов приходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересуют, пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Продолжение следует...